Пермский краевой суд признал недействующими тарифы на тепловую энергию и горячую воду части домов в микроюнах Железнодорожной и Вышка-2. Речь идет о квитанциях, начиная с 2018 года. Подробнее об этом мы поговорим с юристом в студии Робокоперем Виталий Степанов, доцент юридического факультета Классического университета. Виталий, приветствую вас. Расскажите, на какой стадии сейчас дело, потому как буквально неделю назад мы с вами разговаривали, дело еще не было пока завершено. Значит, суд недавно вынес решение, и вот буквально вчера было изготовлено в мотивированном виде, этот судебный акт был изготовлен. Из него мы уже понимаем, какие конкретно мотивы легли в основу признания недействующими тарифами на тепловую энергию и горячую воду для муниципального предприятия, городского коммунального и теплового хозяйства. В чем заключаются мотивы? Мотивы. Ну, их по существу, так скажем, есть основной мотив, да, это, скажем так, включение расходов, связанных с приготовлением горячей воды, в состав расходов при формировании тариф на тепловую энергию. То есть, проще говоря, регулятор перемешал два разных регулируемых вида деятельности, значит, и, в общем-то, сложил расходы, которые должны были быть распределены по разным корзинкам, значит, в одну корзинку, и включил ряд расходов, связанных с приготовлением горячей воды, в состав тарифов на тепловую энергию. Чтобы вы понимали, это и наши зрители, да, понимали, то есть, это два разных регулируемых вида деятельности, это разные, значит, потребители, группы потребителей, то есть, есть многоквартирные дома, в которых тепло, горячая вода приготовляется силами, там, многоквартирного дома, при помощи общего имущества многоквартирного дома, там, бойлер, например, да, установлен в доме, Собственники помещений в доме сами его содержат, значит, ну, и готовят из поступающей тепловой энергии и холодной воды горячую воду. А есть дома, которые получают централизованное горячее водоснабжение, в данном случае, вот, применительно к МУП ГКТХ, это были, значит, и те, и другие варианты, да, то есть, и случай с централизованным, и децентрализованным горячим водоснабжением, в том числе среди административных истцов, ну, и, соответственно, понятное дело, что потребитель, он не должен платить дважды за одну и ту же услугу, то есть, вот, если вы себе приготовили горячую воду, да, самостоятельно, при помощи оборудования многоквартирного дома, то с какой стати вы в составе тепловой энергии еще оплатите, частично оплатите приготовление горячей воды, там, для соседа, это, ну, очевидно, что так делать нельзя, значит, в процессе было установлено, в общем-то, и регулятор это не отрицал, ну, регулятор это министерство тарифного регулирования, не отрицали этих обстоятельств у нас, и представителей городского коммунального теплового хозяйства, ну, просто вот был такой подход, подход категорически неверен, и суд по существу предписал от подобного подхода отказаться в будущем, вот, это, это главное, значит, главный мотив этого решения, ну, плюс, в общем-то, вот это неправильное распределение расходов по видам регулируемой деятельности, ну, скажем так, косвенно и прямо влияет еще на некоторые другие параметры, поэтому о них, об одном из них индексе количества активов тоже, значит, говорит суд. Я сразу хотел бы сказать, что мы больше доводов заявляли там по поводу необоснованности, незаконности утвержденных тарифов на тепловую энергию, прежде всего, и не со всеми нашими доводами суд не согласился, но вот еще одним таким принципиальным моментом, о котором шла речь в судебном процессе, является дифференциация тарифов также по схеме подключения. То есть о чем идет речь? Значит, речь идет о тоже разных схемах поставки тепловой энергии на квартирные дома, то есть есть многоквартирные дома, в которых преобразование тепловой энергии уже для поставки конечному потребителю в квартиру, условно говоря, до батареи, до конкретной, вот это преобразование идет тепловой энергии внутри многоквартирного дома на индивидуальном тепловом пункте, и та же самая ситуация, что с горячей водой, то есть жители сами содержат это оборудование, это их общее имущество. А есть ситуация, где есть центральный тепловой пункт, значит, на нем происходит преобразование тепловой энергии дом получает ее как бы уже в готовом виде для поставки конечному потребителю ну соответственно точно также требуется установить разные тарифы и на этот счет и судебная практика практика правоприменительная она разная то есть действительно есть ситуации где такая дифференциация произведена регионы есть там допустим московский если не ошибаюсь москва в самой москве там такая дифференциация произведена для организации маяк если я ничего не путаю вот то есть это применяется в пермском крае есть такие примеры в краснокамске дифференциация такая произведена но почему-то ее нет для муп ггтх суд в этой части скажем так частично что довод услышал да и значит но не придал ему значения для вот отмены именно нормативного права акта оспариваем а вот в связи с чем он посчитал что регулируемая организация то есть муниципальные предприятия сами заявку не подали соответствующую про дифференциацию тарифов но и регулятор не обладал достаточными сведениями для того чтобы подобную дифференциацию произвести но я считаю что в этом случае мы имели бы дело с более справедливыми тарифами да по отношению к разным категориям потребителей если бы это было бы сделано и это простимулировало бы повышение эффективности теплоснабжения в каком плане у конечных потребителей появился бы стимул установить индивидуальный тепловой пункт самостоятельно значит уже преобразованием тепловой энергии заниматься для многоквартирного дома экономить на тепловой энергии благодаря вот этим вот энергосберегающим технологиям вот но и собственно для именно для этого как я полагаю вот подобная норма в основах ценообразования в отношении тепловой энергии она и предусмотрена вот но вот пока со скрипом так скажем это все реализуется я надеюсь что подход поменяется со временем все с этим каких тарифах тогда сейчас идет речь о тарифах которые удалось отстоять из какого года по какой речь это тарифах 2018 года это долгосрочный период на пять лет были установлены три тарифы на тепловую энергию для муниципального предприятия городское коммунальное тепловое хозяйство значит с 2018 по 2000 и получается 22 год отменены тарифы соответственно на текущий момент времени с 2018 года ну и понятное дело что вот эта отмена она сказывается автоматически на периодах 21 22 года да 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 то есть регулятор должен будет в этой ситуации принять заменяющий нормативный правой акт то есть установить новые тарифы распространив их действия с 1 января 2018 года но и конечные потребители должны будут по существу получить автоматический перерасчет я надеюсь что никому не придется ходить написать заявления какие-то да то есть в очередной квитанции после вступления в законную силу судебного акта значит потребители должны будут получить соответствующий перерасчет надо подчеркнуть что судебный акт еще не вступил в законную силу его скорее всего будет обжаловать и регулятор и и мы то есть по по крайней мере моя позиция такая что его нужно обжаловать вот как раз по поводу дифференциации тариф на тепловую энергию по схеме подключения хочется этот эксперимент уже поставить его в законченном виде так чтобы все инстанции могли высказаться по этому поводу что я еще раз говорю что практика разная на предмет это в случае если перерасчет будет отрицательным то чисто в теории потребители там на протяжении некоторых месяцев могут вообще не платить мы не знаем размер этого перерасчета я не думаю что он будет таким большим вот тем не менее он будет и тут понимаете ведь дело то в том что вот формирование такой судебной практики оно создает некоторые перспективы на будущее то есть мы делаем на тарифы более справедливыми более прозрачными в этом плане и будущие периоды они уже будут вот без этой скажем так мы без этого нарушения состоятся кроме того речь идет по существу не только о городском коммунальном тепловом хозяйстве и их тарифах то и той тех тысячах потребителей которые значит вот у существ имеют отношение с этой организации я так понимаю что подобное нарушение но вероятно допускалась по отношению к другим регулируемым организациям если это так то значит министерство тарифного регулирования должно будет пересмотреть подобный подход и разрешить ситуацию так как предписал суд вот в настоящем деле подобным же образом с этим наверное такой заключающий вопрос вы уже сказали о перспективах что делать потребителям жителям случае если они сталкиваются такой ситуации объединяться в кооперативы коллективную жалобу писать давайте как бы разделим вопрос на две части то есть то что касается конкретно этой ситуации потребителям нужно пока только следить за поступающей информации как только решение вступит в законную силу я сам проинформирую потребители по мере возможности там ну я надеюсь средства массовой информации тоже это сделают и когда будет тем более принят новый нормативный правоак мы все об этом узнаем и узнаем о размере перерасчета для потребителя каждого конкретного да можно будет это без труда рассчитать а вот что касается потребителей скажем так других тепло снабжающих организация организация включающих централизованное горячее водоснабжение то конечно подобное дело вести это ну достаточно затратно и с финансовой стороны и со стороны значит просто к это временных затратах необходимо привлекать специалистов их на самом деле вот в этих областях немного и здесь требуется сочетание и знаний в области юриспруденции экономики то есть понятно что это не так все просто все-таки бороться там нужно с представителями министерства которые тоже в этих вопросах уже собаку съели то есть все для них эти вещи понятно там вот соответственно для того чтобы эффективно осуществлять эту борьбу за честный тариф то есть необходимо потребителям объединяться в данном случае это произошло объединение на уровне товарищ собственников жилья дальше произошло некоторая консолидация усилий на уровне ассоциации товарищ собственников жилья пермский стандарт ну и вот благодаря совместным усилиям состоялось такое решение но уже не первое то есть известно что мы этим несколько лет занимаемся подобного подобного рода делами начиная с 2012 года поэтому определенный опыт в этом отношении есть у потребителей пермского края есть положительные примеры когда следующий перерасчет они получали вот в том году было в частности да по пермской сетевой компании достаточно большое количество это скорее всего не одна сотня тысяч потребителей смогли получить перерасчет виталий спасибо вам большое за интервью будем ждать у нас в студии в следующий раз обязательно было вам а а Субтитры создавал DimaTorzok